Всем привет! Меня зовут Саша и рада приветствовать вас в новом канале. Если ты первый раз, то обязательно подписывайся. Ну а если ты уже подписан, то нажимай на колокольчик, чтобы ты смог первым узнавать моих видео, а также ставь большой палец вверх под этим видео, ведь я уверена, что тебе это видео точно понравится. Это видео новогоднее и это видео где найти новогоднее вдохновение. Поехали! Начнем с того, что я очень долго обустроила этот фон, свет и так далее. Я надеюсь, что вам нравится мой красивый праздничный фон. Все тут красиво. Такой плязик тоже очень-очень-очень классный. Такое там верлянда светится, такая верлянда, подушечки, там кровать. Все красиво. Надеюсь, в эти сценки поставьте мне за это лайк. Да. И сейчас за окном уже темно и идет дождь. У меня сейчас нет никакого новогоднего настроения, только из-за того, что у нас на улице либо 15 градусов, либо градуса 4-5 идет дождь. Эта погода чисто одесская в этом декабре. Надеюсь, что на улице хотя бы чуть-чуть похолодает, потому что это как бы странно, когда в середине декабря 15 градусов, да, или уже под конец декабря. В общем, сегодня у нас будет где-нибудь новогоднее вдохновение, и мне кажется, что Новый год уже близко, а некоторые его еще не нашли, например, как я. Я не могу сказать, что у меня есть новогоднее вдохновение, но комнату я уже чуть-чуть украсила. Мне нравится то, как я украшаю свою комнату. Я еще хочу ее украсить. Мне нравятся гирлянды, я повешу еще вот эту гирлянду. Вот эта гирлянда, это чисто у меня для фона. И сегодня я вас вдохновлю на Новый год, ведь, возможно, контрольные или вы учитесь в институте, там, сессии всякие, вас, вам не дают покоя, и вы не можете найти себе новогоднее вдохновение. Так что поехали! Сегодня я расскажу, где найти новогоднее вдохновение и как. Первое. Сходите в магазин, в самый обычный продуктовый магазин, но большой, либо какой-то строительный магазин, где продается много чего к Новому году. Например, у нас сейчас в обычных магазинах продуктовых по-любому продается что-то к Новому году, магазины украшены. И это все выглядит очень красиво, праздничное новогоднее, по-новогоднему. И, возможно, вы что-то захотите себе прикупить в дом, в комнату, в квартиру, и это украсит ваше место в проживании, и у вас появится новогоднее вдохновение. Номер два. Это пойти погулять в город. В городе наверняка все украшено к Новому году. Ну, не все, но по-любому там что-то должно светиться, какие-то деревья, какие-то кафешки. Например, в Нью-Йорке все очень красиво украшают в Новом году, и магазины в Нью-Йорке самые богатые соревнуются, у кого красивее витрины в Новый год. Поэтому жители Нью-Йорка никогда не остаются без новогоднего вдохновения, так как у них постоянно присутствует атмосфера праздника, атмосфера гирлянд, красоты. И они просто могут ходить в центре города, заглядывать в магазины, точнее, даже не заходить в них, а смотреть просто на витрины, ведь они очень красивые, фоткаться и получать новогоднее вдохновение. Номер три. Это посмотреть новогодние видео, либо новогодний фильм. Опять же, мне очень нравится новогоднее видео, которое снимают другие видеоблогеры, потому что брэкоконю украшает свой дом. Потому что очень многие очень классно украшают свой дом. У них много всего, но именно в Новый год хочется не минимализма, а вот всего по максимуму. Очень красиво украсить всё. Везде повесить какие-то игрушки, шарики, конфеты, гирлянды. Это всё поднимает настроение и делает праздник в вашем доме, квартире, либо в комнате, смотря где вы больше всего украшаетесь. Номер четыре. Вот смотреть какой-то новогодний фильм. Возможно, это относится к третьему, как построить новогоднее видео, но всё же фильм даже больше вдохновляет, ведь это какие-то новогодние события, новогодние приключения, новогодняя подготовка. И это смотреть интересно и очень поднимает настроение. Вот не скажите, что вы не смотрели никогда «Один дома» либо «Иронию судьбы», либо «С лёгким паром». Ну, это оно название. Да, конечно же, вы это смотрели. «Один дома» — один, два, три, четыре, пять. Все части ты смотрела, все части сделала с ночи раз, все части не нравится, хотя самая любимая часть — это первая. Первая и вторая — это как бы основа «Один дома», и они очень классные. И я этот фильм просто обожаю. Я его смотрю каждый Новый год, каждый день. В общем, когда я только могу, тогда я его субстит. Я уже даже посмотрела первую часть. Ну, как бы каждый Новый год я смотрю все пять частей, которые есть. Да, есть пять частей. Возможно, скоро выйдет шестая, но это не точно. Да, не думаю, что он скоро выйдет. Хотя мне уже будет интересно посмотреть фильм. Дальше. Пятое — это украсить свой дом к Новому году, свою квартиру, либо же свою комнату. Очень вдохновляет то, когда вы не свой дом украшаете, а свою комнату. Потому что вот именно в комнате я провожу большую часть времени. Я делаю уроки, я тут смотрю видео, я монтирую видео, я снимаю видео. Я просто тут живу, сплю и почти все делаю. Когда я в доме, я все делаю в своей комнате. Я, как уже сказала, я начала украшать свою комнату, но я еще полностью, как я хочу, не украсила. Например, я хочу вот тут по ободку кровати прицепить гирлянду такую, как бы, как зеленую, как веточки какие-то, елки. И вот тут вот на стене у меня будет такая гирлянда, сеточка большая. А вот эту гирлянду у меня вообще везде в другом месте, но я еще сняла, чтобы поставить на задний фон. Также я постелю красивую вот такую вот клинитику, у меня будет лежать на кровати. Это тоже как бы поделина по-новогодному. И у меня комната тоже будет украшена по новому году, когда я уже доеду наконец-то на магазин, где можно будет прикупить что-то к новому году. Ну а на этом все. Это было 5 идей, где можно найти вдохновение к новому году. Не забывайте, что также вы будете вдохновляться, если вы будете радовать своих близких на Новый год, либо друзей, и подарите им подарки, и они вам тоже, возможно, что-то подарят взамен. И это будет очень приятно, найти свой Новый год подарок. Также не забывайте, что вдохновиться можно, поставив просто елку в своем доме и украсть ее всей семьей, заняв на это какой-то вечер из недели. Это очень уютно в своем доме украшать елку всей семьей под какую-то веселую музыку, либо фильм. Какой фильм? Один дома. Да. И можно еще украсить свое рабочее место, так как, ну, возможно, за работу вы проводите больше всего времени. Еще я вам хочу сказать, что очень вдохновляет ток, когда в школе украшен класс, либо холл к Новому году. Например, в нашей школе очень красиво украшают холл к Новому году. То есть там такой длинный коридор широкий, и там вот просто вся стена в гирляндах разных, там все вот такое вот очень красивое, там много декора. Над этим заморачиваются неделю где-то украшают, потом убираются неделю, там стоит елка, там всегда атмосфера какого-то праздника. Я, кстати, вот сейчас покажу вам это. В общем, на этом все. Это было 5 идей еще с маленькими плюсиками, где можно найти новогоднее вдохновение. Я надеюсь, что даже этим видео вы нам вдохновились к Новому году. И тут собрано все самое новогоднее настроение, которое может присутствовать. И спасибо вам за просмотр. Если вы дострелили до этого момента, то обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы впервые узнавать свои видео. И спасибо всем еще раз за просмотр. Всех люблю, всем пока-пока.